Улица Пионерская, 6. Этот дом в Глузке знают все. Именно здесь, не на словах, а на деле работает принцип интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Это проект Весновского дома-интерната для детей-инвалидов. В доме живут 8 молодых людей, воспитанников интерната. Они выросли и научились жить почти самостоятельно. Один из них, кстати, обувной мастер. Это ребята открытые и отзывчивые. Их любят воспитатели и соседи. Как идеалы равенства и братства воплощаются в жизнь в Глузке, расскажет Илона Иванова. Это на обед? На обед. Припасы здесь знатные. Хватит и бульбы на зиму и закаток. Жители этого дома все делают сами, но под присмотром воспитателя и помощников. Наши ребята уже умеют делать все. В помощи, ну, немножко, если только со стороны, контролируем их. Подсказываем что-то, если им непонятно. Ну, а так, в принципе, они готовят уже все сами. Суп. Ну, картошку нам второе. А потом мы там на ужин думаем, что нам приготовить. Там я умею блины, я умею делать драники. Пока на кухне готовит дежурная команда, остальные смотрят ТВ в гостиной и играют в компьютерный пассианс. У нас сейчас уже, вот сейчас у нас здесь выходные этого. Каждый рабочий день парни отправляются в Весновский интернат, где работают по хозяйству. Они взрослые, но по закону не дееспособны. Хотя способны жить самостоятельной жизнью. Ну, почти самостоятельной. Сразу помогали во всем. В магазин водили. То есть кушать мы их учили варить. Все. Ну, сколько лет прошло с тех пор? Три года. В Весново, по сути, осуществили очень прогрессивный проект. Своих выпускников они не просто отправляют в очередной дом-интернат по возрасту, а учат их жить в обществе. Ведь от большинства из них родители отказались. Еще в роддоме. Судьба одинаковая в том, что родители лишены родительских прав. Не нужны они никому. Никому не нужны, вот кроме нас. Мы заботимся о них. Проект поддержали ирландские благотворители и купили дом, где живут молодые люди. Сначала жители улицы отнеслись настороженно к интернатским соседям. Но потом все изменилось. Ребята открытые, добрые, рады помочь. Я вот прожила в этой улице и 62-го года. И все у меня соседи очень хорошие. Они ко всем соседям относятся хорошо. По-человечески к ним относятся, и они хорошо к ним относятся. Вообще мальчики все-все-все хорошие. Я, например, довольна этими ребятами. Помогают вам люди в чем? Да, помогают. Помогают нам. В чем? Ну, когда попросим. В этом доме есть и собственное подсобное хозяйство. И куры, и кролики. Все приятно и полезно. Хорошенькие, да? Да. И вокруг дома, и в доме чистота и порядок. У каждой идеально заправленной кровати есть свои особенные вещи. Игрушки, памятные сувениры и фотографии. А на фотографии – это моя Оксана. Она была увесной, и мы давно с ней дружили. Пока письма Оксане, которую перевели в другой интернат, пишут воспитатели. Но он тренируется писать буквы, чтобы хоть слово написать самому. А кто-то любит заниматься спортом, ну или даже вышивать. Я уже скоро учусь. Вот суватама. Что нужно для того, чтобы хорошо вышивать? Не знаю. Терпение? Да. Терпения у вас хватает, да? Да. А вот Михаил Рунцевич, старший среди ребят, уже работает в обувной мастерской. Научился чинить обувь еще в интернате, а вот теперь переехал на центральную улицу Глузка. Получается? Получается. Много людей к вам ходят? Много. У меня отправляют. Отправляетесь? Да. Местные жители находят с ним и общий язык, и радуются приемлемым ценам и качеству работы. Оказалось, что возможности мастера в своем деле как раз не ограничены. Эти дети, они особенные дети. И это мы прекрасно понимаем. И общество должно относиться к им как к равным. К равным нормальным детям. Они и есть нормальные дети. Ну, немножко особенные. Мы в семье. Продолжение следует...